Уральский регион очень колоритный. Здесь густые леса, драгоценные камни, и была хорошая идея выбрать именно эту тему для конкурса. Когда мы рассматривали работы, нам было сложно сделать выбор. В конечном итоге мы выбрали поделку маленького мальчика и девочки, ей 11 лет. И я с нетерпением жду, когда мы сможем наградить этих детей. С нетерпением ждали этого дня все участники конкурса «Давай раскрасим вместе мир», который корпорация ВСМПО «Висма» провела 11 раз. Дня, когда их творческие работы увидит не только корпоративное жюри, но и те, кто пришел на этот праздник. 345 поделок было выполнено с использованием камней, глины, бересты, ткани и металла. Обдохновила их на это самая близкая и родная тема конкурса – уральские самоцветы. Когда мы только увидели тему конкурса, я сразу же начала смотреть, какие были ремесла на Урале. И одно из которых меня заинтересовало – сундучное дело. Сразу же подумали, нужно же делать что-то связанное с сундуками, потому что это необычно. И, наверное, мало кто возьмет эту тему, потому что она довольно сложная. Я посовещалась с друзьями, подсказали разные работы. И вот уже из общего мнения сложилась такая картина, что нужно сделать макет сундука. Сундуки, шкатулки с драгоценными камнями, расшитые узорами полотна, куклы-обереги и убранство русской избы. Все это составило большую выставку, которая после праздника отправилась в Краеведческий музей Нижней Салды. Я еще только начала обходить, поэтому мне нравится все практически. Поражает вообще разнообразие и рисунки, и различные поделки, и природный материал, и какие-то современные материалы, использованные в работах. Здорово все. На современный лад сыграли сотрудники Центра детского творчества и героев праздничного представления. Центральной фигурой действия стала Баба Яга. Она уже не увлечена поеданием добрых молодцев. В ее жизнь ворвались новые технологии. Не ожидали таких старушек и не видали. Она закрыла в интернете, смотрит там про все на свете. И ей показывают в YouTube, как поедет, к примеру, у суп. Кто не леет всех на свете, кто же интернет облетит. Поглощенная интернет пространством Яга совсем не заметила, как ее изба заросла паутиной. Насмотревшись на уральских мастеров в YouTube, Яга Кащеевна решила сделать ремонт и наколдовала себе бригаду мастеров. Степана Кузнеца да Марьюшку-хозяюшку. Они помогли Яге разобраться со стройматериалами и начать новую жизнь. Но все-таки главными героями сценического действия стали победители конкурса. А исполнители лучших номеров артистического этапа украсили церемонию награждения душевными стихами, песнями и веселыми танцами. Это уральский кран, это уральский кран, Толстый город наш, любимый, песнями и веселыми танцами. Это было в дальнем детстве, помню, сумки пустели, Не только прожить в СССР, мы с отцом костру присели, В землю снег покрыло дно, Было холодно и вьюжно, Папа с молкой сосновой, Котенки принцы лежат. ПЕСНЯ 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 Стойким, терпеливым и добротам отзывчиво жива И я считаю, что самоцвет не только яркий камень из земли А люди, что творят и делают нас больше, чем люди Старт праздничному концерту дала 7-летняя Настя Толмачева в роли хозяйки Медной горы А затем зал, затаив дыхание, смотрел на фокусы Александра Плотникова Который покорил ребят настоящим волшебством Восторженные крики «Браво!» и шквал аплодисментов получила выступление иллюзиониста Так хочется превратиться в фокусника, чтобы всех вас одарить призами и наградами Потому что все вы достойны этого Перед вами самые юные победители нашего 11-го конкурса Это самая перспективная группа Потому что они еще могут участвовать в 10 предстоящих конкурсах С самых маленьких лауреатов началась церемония награждения лидеров конкурсных этапов В их числе София Климова Которая уже сейчас планирует снова стать участником соревнования под названием «Давай раскрасим вместе мир» Вместе с мамой Соня проделала большую работу по созданию кукол оберегов Эти куклы от вот этого спиридона все идут по... У нас 4 года 4 года Вот И каждая кукла что-то год обозначает Эту зовут травница Эту веснянку Верба Маслик, ангел А тем временем церемония награждения продолжалась 28 участников были удостоены специальных призов Которые вручили детям представители цехов и давние друзья конкурса Вверх высоких технологий мы редко встретим хорошую книгу Мне очень понравилась книга Марии Прянищенко Она очень хорошая задумка Семь чудес нашего края Я обозначен в своем институте многие чудеса не знал Наш человек занимается молодожим нового оборудования И инстанции спрашивают, что вас посмотреть Я сейчас всех буду посылать Прочитать книгу Марии Прянищенко Немало рукотворных книг представили ребятишки на 11-й корпоративный конкурс Но во время подготовки своих творческих работ Каждый из них прочитал изданные книги известных писателей И узнал для себя что-то новое Меня вдохновили сказы Павла Петровича Бажова Это финальный сказ о хозяйке, который не был напечатан Но он сохранился в записи самого Павла Петровича Меня вдохновил именно этот сказ и красота нашего Урала, нашего города Это шкатулка Тут герои из рассказов Павла Петровича Бажова Расскажи, как ты ее делал? Сам делал? Тяжело было? Ну, тяжело, да, но мне помогали Мама, папа и младший брат чуть-чуть Еще делали девочек, которые тетеньки Там одна шьет у нас, одна рассказывает про эти месла Еще у нас были дяденьки, которые, они сидят за столом Один лебедь из глины, второй у него ящичек с камнями Организаторы конкурса порадовали детей интерактивными игрушками, настольными играми, наборами для рисования, спортивным инвентарем и портативной техникой Путевками Международный центр Орленок были награждены Мария Калмакова, Алина Харькова, Никита Сидоров, Александра Курзина и Елизавета Горшинина Главный приз конкурса «Путешествие в Европу» достался Ксении Васьковой, Арине Семеновой, Ксении Зуевой, Александру Недотко и Арине Седовой Получив красочные сертификаты, ребята пообещали поделиться своими впечатлениями от путешествия и обязательно принять участие в новом конкурсе «Давай раскрасим вместе мир» Субтитры создавал DimaTorzok